Здравствуйте, уважаемые друзья! Начинаем передачу «Спрашивайте, отвечаем». Сегодня мы хотели бы обратить ваше внимание на два законных способа не платить налоги, занимаясь предпринимательской деятельностью. Мы готовы предложить вам очень эффективные инструменты, которые позволят на законных основаниях вести высокодоходный эффективный бизнес, при этом снизив налоговую нагрузку до нуля. На самом деле это так. Положения действующего налогового законодательства позволяют нам использовать данные преференции в настоящее время. Давайте рассмотрим, при каких условиях мы сможем воспользоваться этой налоговой льготой? Для кого она предназначена? Во-первых, кто имеет право применять налоговую ставку 0%? Хочу обратить ваше внимание, что данная льгота касается только индивидуальных предпринимателей. Именно для них она была введена в законодательство в марте этого года. Субъекты Российской Федерации принимали свои местные законы для того, чтобы эта норма могла действовать в регионах. В городе Москве такой закон тоже есть. Это закон номер 10. Согласно данному закону, налоговые каникулы, а так мы с вами можем называть применение ставки 0 в качестве налогообложения, применяется с 25 марта 2015 года. Применять ее могут только те индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы после 25 марта 2015 года. К сожалению, на тех, кто был зарегистрирован ранее, данная льгота не распространяется. Еще одно обязательное условие, которое необходимо принять во внимание. Такие индивидуальные предприниматели вправе привлекать в качестве наемных работников не более 15 человек. Хочу вам напомнить, что в действующем российском законодательстве для индивидуальных предпринимателей нет ограничений, как для работодателей. Они имеют те же права и те же обязанности, что и другое любое юридическое лицо работодатель. Но для того, чтобы использовать льготную ставку налогообложения, необходимо помнить о таком ограничении. Что потребуется для того, чтобы применить нулевую налоговую ставку? Надо выбрать специальный налоговый режим. Все дело в том, что ставки ноль установлены как в упрощенной системе налогообложения, так и в патентной системе налогообложения. Есть некоторые нюансы применения, но в целом положение закона очень близки. Какие условия на упрощенной системе налогообложения для применения ставки ноль? Виды деятельности, которые должен осуществлять индивидуальный предприниматель. Надо сказать, что в законе достаточно большой перечень таких видов деятельности. Речь идет в основном о производственной деятельности, о производстве различной продукции, оборудования, технических средств, о тех предпринимателях, которые ведут научные исследования, разработки, деятельность в области здравоохранения, спорта, оказания социальных услуг, образования. Что касается патентной налоговой системы, здесь перечень видов деятельности еще шире. Это различные ремонтные работы, это швейное производство, производство обуви, ковров, мебели, оказание различных услуг, а именно услуг по обучению репетиторству, по присмотру за детьми, за больными, производство изделий художественных промыслов, проведение спортивных занятий, оказание экскурсионных услуг, выполнение переводов, занятия частной медицинской и фармацевтической деятельностью. Какой срок закон предполагает для освобождения от налогообложения, для применения ставки ноль? Хочу обратить ваше внимание, что срок этот ограничен двумя годами с даты государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Самая главная цель, которую мы ставим перед собой, это снижение налоговой нагрузки на законных основаниях и организация высокоэффективного доходного бизнеса. С этой целью в наших занятиях мы занимаемся разбором кейсов, специальных ситуаций, связанных с расчетом налоговой нагрузки, с выбором режима налогообложения, с правильным оформлением документов, с требованиями, которые законодательство в данной сфере имеет, с расчетом налоговой нагрузки в целом, с обзором неправомерных действий, ошибок налогоплательщика при применении специальных налоговых режимов для того, чтобы наши слушатели были полностью готовы к безопасному ведению своей предпринимательской деятельности. Мы хотим предложить вам полную информацию, которая позволит создать эффективные законные основы для того, чтобы ваш бизнес вывели в безопасной зоне высокоэффективно и имели ответы на все возникающие вопросы в этой непростой сфере, при этой непростой работе. Для кого мы предлагаем наши программы? На кого рассчитан данный курс? На всех, кто занимается предпринимательской деятельностью. Мы ждем индивидуальных предпринимателей, мы ждем собственников коммерческих структур, мы готовы дать практические советы и бухгалтерам, которые работают в данной сфере. Спасибо за внимание, всего доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok